Сегодня трудно представить какое-либо предприятие или организацию без компьютера, где хранится вся информация о производственной деятельности. Планшет есть, пожалуй, у каждого подростка. Да и смартфон в руках пенсионерки вряд ли кого-то сможет удивить. Но зачастую эта техника используется далеко не в рамках закона. Например, злоумышленники часто ведут переписки в соцсетях или мессенджерах, планируя очередное дело. И даже удаление улики на гаджете и его предумышленная поломка не всегда лишают специалистов возможности восстановить информацию. Ведь память этих устройств зачастую содержит в себе информацию о способах, о мотивах совершения преступлений. Так, за 2019 год брестскими экспертами совместно с барановичскими коллегами проведено более тысячи компьютерно-технических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств. По итогам работы за первый квартал 2020 года нагрузка остается значительной. На данный момент проведено уже более 250 экспертиз таких видов. Специалисты Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области зачастую исследуют технику, разбитую буквально на мелкие детали или залитую водой. Попадаются и компьютеры с зашифрованной информацией, но все эти сложности не становятся преградой на пути к извлечению нужной информации. Хотелось бы отметить, что у брестских экспертов имеется оборудование, которое позволяет и в таких сложных ситуациях извлечь, исследовать и предоставить информацию инициатору назначения экспертизы. Никому не сообщайте данные своей банковской карты. Эти слова все чаще и чаще звучат с экранов телевизоров, из наружной рекламы и сводок криминальных новостей. Но данные предупреждения не всегда останавливают брещан, когда, например, они видят на экранах мобильников просьбу подруги о помощи. И зря. Мошенники ищут и находят новые схемы незаконного получения денежных средств. Хотелось бы обратить внимание граждан на относительно новые виды мошенничества в сети интернет или с использованием телефонных звонков, при которых от имени правоохранительных органов, от имени представителей банковских учреждений, продавцов, либо покупателей товаров и услуг, гражданам предлагается передать реквизиты банковских карт. То есть весь разговор, по сути, сводится именно к этому. После чего, конечно же, со счетов граждан денежные средства снимаются, либо переводятся на другие электронные кошельки. Конечно же, эксперты применят все имеющееся оборудование, находящееся у них, для того, чтобы отыскать следы преступлений и установить виновных лиц. Но вместе с тем и гражданам необходимо проявлять бдительность, осторожность в общении, использовать актуальные антивирусные программы. Часто специалисты Управления Государственного комитета судебных экспертиз помогают гражданам доказать, что смартфон был куплен с заводским браком. Также востребованной среди граждан является экспертиза электро-бытовой техники на предмет наличия неисправностей, наличия каких-либо ремонтных работ и дефектов. Как правило, к таким объектам относятся смартфоны. Граждане покупают данные устройства в специализированных магазинах, соответственно, и спустя непродолжительное время использования обнаруживают какие-либо дефекты. Задача эксперта в таком случае установить, дефект является производственным или эксплуатационным. После завершения исследования выдается заключение, после которого гражданин может использовать его уже для восстановления своих законных прав и интересов. В ближайшее время планируется расширить круг объектов класса электро-бытовой техники, которые могут быть исследованы специалистами. Этот шаг поможет распутать многие судебные дела, вернуть пострадавшим сторонам свои денежные средства и восстановить законность и справедливость. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.